Добрейшего времени суток, на связи Antiquar. Добро пожаловать в Divinity Original Sin Enchanced Edition. Мы начинаем новое прохождение в этом великолепном и величественном фэнтезийном мире. Хочется верить, что все зрители, которые отправляются со мной в это путешествие, дойдут до финала. Никто не падет жертвой вражеского заклинания, дикого зверя, болезни или острого клинка. Итак, в путь! Играть мы будем на тактическом режиме. Полагаю, доблестный режим это точно перебор для человека, который первый раз садится за прохождение подобного РПГ. Как вы видите, игра начинается с процесса создания двух персонажей. Я не буду вас утомлять моими мытарствами в деле выбора класса, распределения навыков и умений. Давайте сразу перенесемся в будущее и познакомимся с нашими героями. Прошу любить и жаловать наши герои, инквизитор Мэри и колдун Кром. Но прежде всего хочу попросить всех зрителей дать обратную связь, написать комментарии касательно звука в игре. Нужно ли сделать громче или тише микрофон, громче или тише музыки или звуки самой игры. В общем, давайте сразу же подстроим этот параметр после первой серии, чтобы в дальнейшем было максимально комфортно смотреть. Итак, знакомство. Что касается Мэри. Давайте покажу, что у нее есть. Ну, прежде всего оружие, два оружия и жезл. Эти способности у нее были. Здесь я ничего не менял. По защите ничего и не прибавлял. Вообще есть пять единиц способностей, кто не знает. И три единицы способностей я закинул в навыки. Это геомантия, пирокинетика и чародейство. В личности, в рукоделии и в преступлениях, соответственно, ничего нет. Ну, просто уже ничего не осталось. По талантам она у нас будет друг животных. Она будет способна вести диалоги с братьями нашими меньшими. И навык длинные руки. Талант, да, это таланты. Увеличивает дальность действия заклинаний свитков на два метра. Мне кажется, это для мага очень критично. Ну, все-таки всех будем называть магами. Неважно, он колдун, волшебник, инквизитор. Какая разница? Специализируется на заклинаниях. Так, что касается вот этой вот прокачки, тоже ничего не делал. Ну, особенно, ну, надо в это или очень глубоко погружаться, или довериться игре. Я все оставил, как было. Что касается заклинаний, можно было выбрать три заклинания, причем выбрать их из тех школ, которые у нас есть. У нее это пирокинетика, это геомантия и это чародейство. Я и взял по одному заклинанию из каждой школы. Вспышка из пирокинетики, из геомантии это вызов паука. Очень мне это так понравилось, скажем, возможность. Призывает паука первого уровня на расстояние. Ну, в общем, мы играем двумя колдунами и какой-то танкующий элемент, принимающий урон от врагов, нам будет нужен. Ну, и из чародейства я взял касание вампира. Это способность, возможность подлечиться, да еще и нанести при этом урон врагу. Единственное, что смущает, это дальность 5 метров всего у касания вампира. Ну, посмотрим, насколько это в игре будет заходить. Ну, и да, вспышка это просто дамажащий урон огнем. 90% наложить эффект тепло. Кстати, друзья мои, кто... Я хотел задать вам вопрос и тут же нашел ответ. Кто знает что-то, где можно прочитать про эффекты навыков, да, вот, ну, про эффект тепло, а тут ниже все написано. Тепло делает цель менее устойчивой к огненным заклинаниям, но более стойкой к заклятиям воды. Может поджигать уже нагретые цели, может направлять на поверхность, чтобы поджечь ее, сжечь слизь, масло, испарить воду или растворить лед. Может взрывать некоторые облака. Замечательно. Ну, и что касается... Ее персональных данных, скажем так, ну вот, у нее есть такая внешность, такая будет иконка, насколько я понимаю. В общем, это все уже не так важно, не так сильно касается игрового процесса. Визуально мне и барышня понравилась, ее и оставил. Так, ну и что касается Крома, теперь он у нас колдун, также пробегаемся быстро по навыкам. У него в оружии защите ничего нет, у него есть аэротургия, есть геомантия. В личности я ему добавил обаяние и обмен, полагаю, что в группе должен быть такой товарищ. И добавил ему знания и легенд, то есть получение дополнительной информации о мире, о противниках, это в РПГ важно в любом случае. Таланты. Так, а вот таланты я ему не выставил. У нас девушка, друг животных. Видите, как сейчас мы сделаем длинные руки, я ему хотел взять. И хотел взять ему чутье. Повышает восприятие при обнаружении ловушек и секретов. Хорошо, что мы сюда зашли. Что касается его навыков, у него из геомантии есть также паук, есть удар камня. С неба обрушивается огромный камень, наносящий урон землей. В месте падения остается масляная поверхность. Насколько я понимаю, масляную поверхность можно потом поджигать и этот огонь будет наносить урон врагам. И телепортацию я ему взял из аэротургии. Подъем предмета или персонажа высоко в воздух с последующим броском на землю. Урон 14-17 дробящий. Мне кажется, тоже важное и полезное заклинание. Ну вот как-то так он у нас выглядит. Тоже у него есть какие-то тут характеристики внешние. Ну в общем, такой вот брутальный колдун получился. Дайте я единственное проверю, да? Стоят-стоят таланты. Вроде я их выставлял, они почему-то не сохранились. Ну что же, не откладывая дело в долгий ящик, давайте отправляться в наше путешествие. Поехали. Ну вроде мы завершили. Да, да-да. В древние времена маги Ревелона исцеляли больных и лечили раненых с помощью великой силы, называемой источником. Но потом на землю опустилась великая тьма, и источник был осквернен. Маги источника, что прежде лечили, стали лишь разрушать. И безумие охватило их. Лишь несколько отважных искателей источника стоят на защите Ревелона, оберегая его от темных сил, что желают его уничтожить. Где бы ни появился источник, туда всегда приходят искатели. Глориан Студиус представляет. Вставайте, господа искатели источника, капитан ждет вас на палубе. Слышите, чайка, значит, что берег близко. Да уж, не завидую я вам, господа искатели источника. Город кишит нежитью, а эти твари вечно хотят крови. Но ваше же дело другое, расследовать убийство, так? Говорят, советника убили с помощью источника. Прямо в Сайселе, посреди города. Ну и времена она старая. Вот они, капитан. Да благословят вас боги, искатели. Радуйтесь, Сайсел уже близко. Но здешние водоопасны, так что идти будем осторожно. Вот, смотрите. Это корабли орков. Они перекрыли вход в гавань. Мы подойдем как можно ближе к городу и высадим вас на берегу. Будьте осторожны, орки нападают. Нежить перекрыла все дороги. А в городе бесчинствует маг источника. Чтобы покарать убийцу советника, вам понадобится все ваше мастерство. Да пошлют вам боги удачу, искатели источника. Дивинити Оригинал Син Энчанст Эдишн Прежде всего начать нужно с того, что Дивинити Оригинал Син Оригинал Син это первородный грех Дивинити это или божество или божественность Ну вот, как это сложить в одно внятное название Первородный грех божества или как Или божественный первородный грех Я точно не знаю, но полагаю в комментариях Об этом знающие люди напишут Поэтому кому интересно Зайдите, посмотрите Что мы вынесли из стартового ролика? Ну, прежде всего, что Дело происходит в мире Ревелон Мы являемся искателями источника Источник раньше был Магическим благом Сейчас стал Магическим бедствием Ну вот, пожалуй, все, что нужно знать Об этом деле Так, ну что же Играть будем максимально подробно Все изучать, все читать Немножко я уже с игрой познакомился Чтобы как слепой котенок здесь не тыкаться Во всякие стенки и преграды То есть, по крайней мере, как работает управление Я вроде как разобрался Ну и начнем мы, что? С осмотра инвентаря, прежде всего Что у нас есть? Рюкзак искателя Что это? Рюкзак Чтобы туда что-то положить Наведите курсор на нужную меню вещ Предметов Ну, в общем, да Можно, видимо Если в инвентарь не влезает Хранить в рюкзаке Не очень понятно пока зачем Ну, да ладно Так, отключить-то как это дело? Само пропадет Свиток Вызов Воина нежити Скелет первый уровень Появляется в таком-то радиусе Так И еще что есть? Свиток воскрешения Мастер воскрешает Павшего союзника С двадцатью процентами здоровья На расстоянии до десяти метров Свиток один раз, да Используется Есть малое зелье лечения Есть орден искателя источника Краткая история Пролистайте иссохшиеся страницы Вдохните Их пряный запах И узнаете что-то новое Ну, определенно Пролистаем Вдохнем Орден искателя источника Краткая история В далеком прошлом Маги источника Служили добрую свету Но когда источник был осквернен Они превратились в злодеи Величайший из них Король Бррак Развязал такую войну Что весь Ревелон Оказался на грани гибели Ну, а что вы хотели От чувака с такой фамилией, да? Хорошее дело Брак мне назовут Это всем известно Чтобы спасти мир Мудрецы из совета Семи Основали орден В который вошли Опытные войны Специально обученные Бороться с черной магией Источника Победа над браком Стала началом Славной истории Ордена Искателя источника С тех пор Мы уничтожаем Черных магов Одного за другим Чтобы в конце концов Полностью избавить Ревелон От этой угрозы Как распознать источник В отличие от других видов магии Источник очень трудно обнаружить За долгие годы учебы Маги вырабатывают на него Особое чутье Подобное тому Которое позволяет лекарю Распознать тончайший запах яда А воину услышать Тихий шорох клинка Извлекаемого из ножен Сила источника Может передаваться Через различные предметы Например, оружие Драгоценные камни и металлы При этом Она ведет себя Непредсказуемо И может Как наносить Непоправимый ущерб Так и творить чудеса Исцеления Методы работы Ордена В нашей работе Ум и смелкалка Не менее важны Чем сила и ловкость Опытный искатель Источника Тщательно анализирует Все доступные факты Не пропуская Ни одной улики И опрашивая Всех возможных свидетелей Помните Неразрешимых Задач не бывает Если вам не удается Разгадать какую-то тайну Отметьте ее на карте И вернитесь к ней Когда получите Новые знания и силы Для искателей Источника Нет ничего невозможного Он может узнать Любой секрет Победить любого врага И разгадать Любую загадку Ой, звучит очень Птенистично Прям настраивает На нужный лад Так, что еще Приказы На приказе стоит Печать Ордена Искателя Источника Высшие власти В этих землях Искатели Вам поручается Расследовать Недавнее убийство Советника Джейка И проверить Сайсел на наличие Следов магии Источника По прибытии в город Свяжитесь с волшебником По имени Арху Он с нетерпением Ждет вас В связи с особым Характером Задания Вы получите в свое Распоряжение Некоторые Мощнейшие Заклинания И чары Известные органы Обращайтесь С ними Предельно Осторожно Свитки Такого рода Встречаются Крайне редко Настоятельно Рекомендую Не применять Весь арсенал Сразу Удачи И дохранят Вас боги Капитан Ватрус Узная мою Бережливость Я вообще не уверен В нужное время В нужном месте Ее хозяин Овладел искусством Преобразования Основных металлов Он наделил чашу Способностью Превращать простую Одежду И доспехи Из матерчатых Стальные и золотые С тех пор Деньги у него Не переводились Трусы Зандалора Серьезно Трусы Вот и бабушка Ваша всегда говорила Что подштаники Должны дышать Да Интересно У нас есть какая-то Амуниция Инвентар Ну вот Да На нас сейчас одета Там Блохон искателя Но полагаю Они самые простые Нету Так Это у Крома У Мэри Инвентарь свой При этом Есть тот же орден Тот же приказ А вот Монеты Общие Или нет Дать Крому Так У каждого Было по 400 монет А торговля Это ее Да Благодетель Она у нас Нет Кром У нас Торговец Поэтому Он будет все Подбирать И он будет все Продавать Так У нее тоже есть Свиток Воскрешения Все понятно Идем Спешим Бежим Так Сейчас я с камерой Немножко разберусь Ну погнали Кто Не знает Может быть Можно Зажать В этой игре Альт И Собирать Различные Предметы Так Автосохранение Это Ф5 Автозагрузка Ф8 Собирать будем Все подряд Ничего пропускать Не будем Деньги Замечательно Она еще есть Сундучок Ну Мою внимательность Вы знаете Поэтому Вероятность Того Что Мы ничего Не пропустим Стремиться К нулю Но я буду Стараться Честно вам Скажу Пляж Горит Кажется Мирно Ракушки Насколько я понял Продавать Здесь можно Все Прям вот До Мельчайших Деталей Кто Хочет Видеть Какое-то Быстрое Прохождение Где Человек Бежит Сразу Дерется Это Вам Не Сюда Определенно Я Первый Раз Мне Интересно Максимально Погрузиться В мир Ревелона Познакомиться С Дивиники Оригинал Син Тем более Что Об этой Игре Столько Замечательных Отзывов Существует Знаете Что Мне Не нравится Может Быть Этому Есть Решение Я Просто Не Понимаю Мне Не Нравится Что При Нажатии Альта Подсвечиваются Только Те Предметы Которые Лежат На Земле Ну Где То Лежат Да В данном Ключе На Земле А Вот А Вот Сундуки Ящики Сундуки Не Знаю Но Что У нас Ящики Были Ящики Не Подсвечиваю Так Ладно Мы Немножко Отклонились От Курса Давайте Вернемся Вначале И Продолжим Наш Путь Мне Кстати В комментариях Один из зрителей Постоянной Канала Который Много Комментариев Вставляет По Всем Играм Которые Я Играю За Что Им Огромное Спасибо Написал Что Тактический Режим Это Для Меня Перебор Я Раньше Не Играл В Дивинити Ну Вообще В Подобные Игры Он Там Несколько Игр Перечислил Я В них Раньше Не Играл Ну Тем Интереснее Это Вызов Дополнительный Что Получится С этим Сделать Поглядим Это Что Труп А Почему Он Один Тебе Что Нужна Свитер Слушайте Мне Нравится Вообще Когда В Играх Есть Чувство Юмора Это Круто Ну Давайте Мы Ловушки Ловушки Ракушки Продолжаем Собирать И Труп Сейчас Освидетельствуем Запишемся На Всякий Случай Так Вообще Неплохо Записаться Наверное Прям Вот По Серьезному Да Я тут Немного Побегал Как я Уже Сказал Да Когда Изучал Вообще Игру Сайсел 58 Минут Ну Пускай Будет Сайсел 58 Минут Свиток Дождя Берем И Мертвеца Оглядываем Так Осматриваем Дневник Путешествия Судя По виду Этой Книжицы Она Падала Со Скал А как Книжица Выглядит Которая Падала Со Скал Ну Ка Давайте Заглянем Монументарь Вот Видимо Да Дневник Путешественника 21 Юнара Кстати По 300 Опытам Каждому Каждому Из наших Персонажей Дали Возрадуйтесь Сиба Статуи Исполнили Мое Желание Впрочем Их причудливой Натуре Нельзя доверять Прежде чем Воспорить Над облаками Подобно Орлу Я попробую Прыгнуть Со скалы На берегу Для того Кто способен Летать Это сущий Пустяк Если Эксперимент Пройдет Успешно Следующей Моей целью Станет Солнце Это Незадавшийся Космонавт Я смотрю Да То есть Что произошло Какие-то Статуи Ну Вообще Когда человек Разговаривает Со статуями Это уже Говорит О многом Да В общем Они ему Сказали Что он Теперь Может Летать И он Вместо Чтобы просто Полететь Решил Попробовать Прыгнуть Со скалы Бывает Ты можешь В это поверить Человек Прыгнул Со скалы Да еще По просьбе Каких-то Статуи Кстати Когда Восклицательные Знаки Над головами Это я уже Видел В обучении Это означает Что они Хотят Пообщаться Так Ну И читать Видимо Я буду Что Оба ответ Которые Предлагаются Ну Давайте Да Великие дела Требуют Великой веры Возможно На его месте У меня Это чистое безумие Как можно быть Таким наивным Ну Мне ближе Второй вариант Так Наверное Все-таки Я буду Зачитывать Тот вариант Который Я выбираю Точно Зови меня Скептиком Однако Разумному Существу Нужны Доказательства Где Пруф Так и Хочется Спросить Пользуясь Современной Терминологией Пруф Видите Да Вот Она Со мной Согласна Прагматизм Плюс Один То есть Я пообщался Получил за это черту Прагматизм Плюс Один Друзья мои Кто знает Специалисты По дивиннике Коих я знаю Много Среди моих Зрителей Во-первых Отражаются ли Где-то Вот эти Полученные Черты То есть Где у меня Написано Прагматизм Вот то Что я получил И что Мне это Дает Кто мне Может Подсказать Буду Очень Признателен Так Ну Вот Смотрите Видите Ракушка Выделяется Мне пишут Что Специальных Эффектов Действия Неизвестны Кстати Еще Подскажите А что Нужно Сделать Чтобы Действие Было Известно То есть Нужно Алхимию Прокачать Как это Работает А вот Ящики Не Выделяются Так Ящик Вообще Пустой Вы Обалдели Что Мне здесь Пустые Ящики Накладывать О Два Пустых Ящика Рюкзак Зато Есть Зачарованная Сума В которую Поместится Гораздо Больше Пожитков Чем В обычный Заплеченный Мешок Кстати Вес 1 144 Монеты Он Подтянет На рынке Так А что то Есть В рюкзаке Да Смотрите Созерцатели Разрывов Шлем Третий Уровень Брони Специальные Эффекты Минус Один Обаяние Плюс Один Талисман Удачи Минус 3 25 Зрения Минус 3 Восприимчивость К эффекту Слепота Эти Неуклюжие Очки Были Созданы Искусственным Импом Из дальних Земель Для созерцания Разрывов Используйте Их В обычном Мире И вас Просто Окутает Тьма Но Исключительно Редкий Материал Полимерит Из которого Они Сделаны Дает Сильный Побочный Эффект Удачу Эмм Хе-хе-хе Это И что Ну Это Видимо Эффект От очков Не знаю Для чего Они Нужны Но Вероятно Они Найдут Своё Применение В будущем Снимаем Все нормально Хорошо Смотрим Что еще Было В рюкзачке Краска Грумио Цвет Сахарная Вата Продадим Так Сыр Действия Неизвестны Но Действительно Кто владеет Сыром Тот владеет Миром Хе-хе Класс Так Граната Граната Любви Вы посмотрите Пытается очаровать Все что только можно В радиусе Пяти метров Шанс Пятьдесят процентов Наложить Эффект Эффект Очарования Так Спас бросок Силы любви Очарованная цель На время Переходит на сторону Своих врагов Занятно Поставим Так Эд что такое Пейзаж Дорогая штука Ничего себе Двести тридцать шесть Монет Так Что выгрузим Все наверное Чтобы мы просто Понимали Чего у нас есть Да А то что это В рюкзаке лежит Слушайте А вот Два рюкзака Этот стоит Сто сорок четыре А этот стоит Два Почему Вроде по количеству Ячеек Двадцать здесь Двадцать здесь Правильно Я же правильно Считаю Ну да Почему вот это Дороже Ну тоже пока Запишем это В загадке Так Ну что же Продолжаем Наш путь Покрутим Немножко головой Ничего ли мы Не пропустили Ну вроде нет Вроде все собрали Что могли найти Это неплохо Это позитивно Так Я по любому Какой нибудь ящик Просмотрел Здесь все Я взял Вот тут я мог пройти К ступеням Это я тоже знаю Я тут изучил Эту историю Значит Сейчас думаю Что все кто Играл или видел Двинти Original Sin Мы зайдем На ступени Начнется битва Но Вот эту битву Я проводил И на этом В общем Мое обучение Моя Изначальная подготовка К игре Закончилась Дальше Для меня все будет Как в первый раз Так Зато я тут знаю Что можно сделать Можно Вот так подойти И смотрите Оп Вот так вот И мы видим Таинственного Предводителя Да Если мы сейчас Пойдем вперед То на меня Вызовут кучу нежити Которая на меня Нападет И сделает мне Бобо Так Стой Стой Что я делаю Я вызываю Паучка Вот сюда И я вызываю Паучка Вот сюда Они как мухи Перед королевой И бой начинается Именно если ты Вызываешь паука Ближе К этим ребятам Искатели источника Как они нас нашли Уносите камень в храм С этими молокососами Мы запросто справимся Как прикажешь Госпожа Пифия Уносите камень В храм Что-то они поперли Какой-то камень Ну или несли его здесь Восстаньте мертвы И бейте наших врагов Два раза этот бой проводил В первый раз меня убили Но я тогда Пауков Вот так вот заранее Не вызывал С пауками конечно Все немножко проще Смотрится И таинственный предводитель Куда-то побежала А мы тут остались Так смотрите Что она тут вызвала Кого она тут вызвала Проклятый лейтенант Двое проклятых слуг И Проклятый слуга Так кстати А ходит первая у нас девушка Да Нет Ходит у нас первый паук Вообще Ну отлично Иди кусай Мимо Смотрите Смотрите Если остались Очки передвижения Видите да Вот здесь Три очка Мало ли кто-то смотрит Первый раз Играл У него вообще Изначально Восемь Вот если остались Удар стоит Четыре Первый раз он потратил Пять Потому что он на Клеточку подошел Можно пропустить Завершить этот ход Бой здесь Как вы видите Пошаговая Вот полоска Активности Кто будет Следующий Ходить Если мы Нажимаем Вот это вот Завершение Хода И остаются Очки Перемещения То на следующий Ход Они вроде как Плюкуются По крайней мере У героев Должны плюсоваться Так Это лучники Да Это лучники Ну я думаю Что нам имеет Смысл Отсюда Сделать ноги Просто подальше Просто Насколько мы можем Все таки Мы маги Мы не войны Нам бы сейчас Еще с этими Ребятами Здесь возиться Может будем Попадать 67% Неплохой шанс Да Попал Слабоватенько Конечно Это сделал Ну и девушка Наша тоже Отходит Как может Сейчас после этого Начнем С ними Разбираться Так Этот решил Пострелять В паука В другого Да В дальнего Но может ему Сподручно В дальнего Стрелять Оп Хе-хе-хе Ядовитая Граната Хорошо И этот В дальнего Паука Стреляет Интересно Интересно Так А где Предводитель То Вот Шесть Сколько У него Очков Стало Пять Четыре Останется Но по идее Мы два раза Его упущим Да Оп Попал Ой-ой-ой-ой-ой Мисклик Атака По возможности Это видимо Потому что Я его обходил Ну ладно Ладно Ничего страшного Так Кто Не понял Что это такое Забыл Показываю еще раз Удар камня Геомантия С неба Обрушивается Огромный камень Который наносит Урону землей В радиусе Плюс Создается Масляная поверхность Да В том месте Где камень Упадет Мы как раз Цепляем Вот двух парней Здесь Оп А мы цепляем Парней Они урон получили Что-то я не понял Ну в общем Пропускаем ход Масляная поверхность Так Грызем И пропускаем А у девушки Тут есть Вот такая Вот Огненная Вспышка О Хорошо Тепло стало Парню Прям как на курорте Ну и плюс Мы подожгли Вот это масло Да Которое здесь было Кстати Вот этот вот Яд Вот это вот Облако Тоже можно поджечь Но мы Отбежали Далеко Поэтому Тут мы Ничего сделать Не можем Видите Он побежал По огню И Получил урон Там определенный А что-то Из огня То вышло Ну и как Можете убедиться Что паучки Ребята Довольно таки Крепкие Неплохо Они танкуют Держат удар И все такое То есть Вот этого парня Даже не добили Давай Грызть Вот этого Наверное Паренька Все Да Погрыз Молодец Так А зачем Ты к нам Приблизился Не надо Телепортацию Поднимаем Паренька А вагонек Я что Не могу Тебя вагонек Закинуть Ты вагонек Так попадешь Оп Хорошо Тут тебе нравится Класс Очень любопытная Система боя Прям конечно Крутая Так Этот паук Тот который Поцелеет Погнали Кусайся Все На один укус Хватило И Насколько я понял Опять же Если мы Не используем Наши заклинания Вот отсюда А просто Наводим на врага То Персонаж Будет действовать Оружием Которое У него есть Вот у барышни Два Боевых посоха Магических Сто процентов Она попадает Ой Какая прелесть Сто процентов Попадает Да Понимаю Понимаю Так Ладно Ну отойди Что ли Немножко Это сейчас Было для меня Неожиданно Ну на следующий ход Мы сможем Нового паука Призвать Так Ладно У нас эти Ты еще живут Ну видимо Да Он как то был На возвышенности Ну Как вы понимаете Игровые механики Мне не то чтобы Сильно знакомы Поэтому Будем осваиваться По ходу дела Так Что у тебя У тебя много здоровья И у тебя Много здоровья А почему 10 ОД Просто Атака 10 очков Стоит Не подождите 9 Нет Это ты А он не может Из посоха стрелять Посох мага Вот может Может стрелять Урон Сколько мы нанесем 10 20 Мы можем Про него Узнать Что-то Да Проклятый слуга 27 Здоровья Опять же Насколько я понял Получать вот так Информацию Может знаток Легенд Да Если бы Он не был На таком Легенде Он бы Ну сейчас Мы девушкой Проверим Он крайне Скудно Информацию Получал Так Паука Мы не можем Сделать Он еще Не восстановился Ну Лучника Прежде всего Давайте Будем убивать Отойдем Отойдем Еще Или Будем Просто Стоять Давайте Лучше Засейвим Наши Ходы Которые У нас Есть А девушка Может Паука Вызвать Ну Вот Мы Это И Сделаем Ну И Тоже Пропускаем Так Давай Добей Его 67% Хороший Шанс Да Спасибо Спасибо Паучок Шанс Хороший Смотрите Не наступил В огонь Да Какой Гадкий Товарищ Кстати 52 Жизни У Паука Работают По ним Активно Но В общем Справиться С этим Можно Так А у тебя Сколько Здоровья 32 Надо Наверное Паука Еще Одного Призывать Пусть Он С ним Возится И Отойдем Правильно Насколько Можем Здесь Стреляем Оглушение Она Это Я так Понимаю Оглушение Это Она Себя Оглушила Это Почему Произошло Потому что Здесь Вода А мы Дали Электричеством Да Занятно Мы Молодцы Так Паук Тоже Оглушен Что ли Непонятно А Это Дальний Ходит Все Ясно Так Этого Мы Забрали Подойдем Поближе Да Прошлый Раз У меня Такого Не Получалось Бой Который Я Выиграл Я Как-то Отошел Но В воду Не Вставал Понятно Ну Будем Знать Будем Знать Так Ладно Ты Давай Тут Убей Его Уже В конце Ты Концов Не Может Ладно А интересно Долго Они будут Привыкать Пребывать В таком Вот Состоянии Паука Победили Ясно Так И что И что Ты Повис Что-то Все Взрывается Что-то Все Происходит Так Ладно Отпустило Наших Ребят Причем Был Вот Этот Эффект Наложен Да С молниями Но Здоровье Это У нас Не Отняло Надо Наверное Вот Этого Товарища Победить Можно Прям Застрелить Из Посоха Да Получить Еще Опыт Отлично Здесь Пропускаем 5 У Нее Сейчас 8 Мы Можем Отойти Вот Так И Выстрелить Посохами Больше Не Хочу Но Как-то Мне Не Понравилось В воде Стрелять Электрическим Пусом Отлично Все Всех Мы Победили И Главный Говорил И Каком-то Камне Наверняка Они Украли Его Из Подземелья Может Заглянем Обязательно Заглянем Паук Скопытился Кстати Если Паука Вызвать Просто Так Это Я Тоже Тестировал Он Некоторое Время Будет Ходить С Нами Так Ну И Давайте Пообщаемся Что-то Они Хотят Друг Друг Поведать Эти Горы Не Просто Мелкие Преступники И Главарь Оживлял Мертвых За Каким Жидкамнем Они Так Усердно Охотятся Здесь За Милю Чувствуется Источник Мы Не Можем Так Просто Взять И Уйти Давай Осмотрим Гробницу И Узнаем Что Она Скрывает И Верно Ведь Эти Воры Связавшиеся С Черной Магией Вполне Могли Быть Вовлечены В Убийство Советника Джейка Независимость Плюс Один Вот Опять Вопрос По Этим Плюсам Почему Они Появляются Что Они Обозначают И отражаются Ли они Где-то Так Ну Неплохо Вроде Неплохо Узнали Новые Механики Что В воде Электрическим Посохом Баловаться Не Нужно Ну Или Если Враг Стоит В воде То В него Как Раз Неплохо Ну Не Посохом А Жезлом В данном Случа В него Как Неплохо Зарядить Такой Штукой Старая Тканная Шапка И Золото Собираем Мы Все Нашим Пареньком Надо На Шапочку Посмотреть У него По-моему Вообще Никой Шапки Нет У него Там Шлем Вот Этот Он Одевал Непонятно А тут Шапка Уровень Брони Силь Запас Прочности Крепкий Но легкий Шлем Сделан С добротной Ткани С плотно Переплетенными Нитями Знаете Что еще Меня Интересует Какой Вопрос А Мы Когда Одеваем Какие То Предметы Это Находит Отражение Во Внешнем Облике Наших Персонажей Проверяем Одели Шлем Да Смотрите Шапочка Класс Ну пусть Ходит Да Значит Тут Нужно Учитывать Да Стоишь Ли В воде А еще Есть Тут Магия Как то Она Называется Ну короче Магия Воды Я ее Никому Не взял А там Есть Заморозка А воду Значит Можно Замораживать Любопытно Ну Надеюсь Что В дальнейшем Мы сможем Еще Что то В этой Связи Сделать Так Выпало Или Что нибудь Из этих Ребят Нет Вроде Больше Ничего Нет Так Отсюда Мы Пришли Да Здесь Мы Ничего Нового Не Найдем Ну Погнали Дальше Так Есть Кнопка Home Которая Дает Максимально Выгодный Обзор Так Что то Мало Из них Насыпало Мы Пятерых Убили И Ничего Не Выпало Фактически Это Вход В Подземелье Выше Видимо Уже Развитие Квеста Да Основного Если Мы Пойдем А мы Сделаем Ход Нет Не Конем Мы Сделаем Ход Магом Естественно Ход Колдуном Да И пойдем Вот сюда Налево Здесь Определенно Можно Чем то Будет Поживиться Хотя бы Теми же Ракушками Я так Понимаю Что это Побережье Участок Прибрежной Полосы Вы можете Пройти Обучение Заглянув Подземелье Позади вас Обязательно Обязательно Заглянем Но Сперва Я хочу Осмотреть Берег Я бы Не сказал Что очень Удобная Камера Но Возможно Это дело Привычки Знаете Так Ракушка Да О Алтарь Странствий Тоже Какая-то Интересная Штука Раковина Всех Собираем 30 Опыта Каждому Персонажу Так Давайте Еще Знаете С чем Постараемся Разобраться Опыт 980 Следующий Уровень Будет Через 1020 Очков Опыт Ну Когда Суммарно Он 2000 Получит А у них Равное Количество Опыта Им Равное Начисляет То есть Когда у нас Есть Группа Персонажей Опыт Получаемый За Какое-то Действие Бьется Пополам Что нам Делать С алтарем Надо На него Нажать Я так Полагаю Вы Нашли Алтарь Странствий Он Позволяет Мгновенно Первая Такая Точка На карте Которую Мы Сможем Использовать Для Быстрого Перемещения Собираем Ракушки Видим Что Лопата Тут Еще Лежит Но Подождите Лопата Лопатой Но Сперва Хочется Осмотреть Тут Какие-то Обломки Корабля Алтарь Какой Красивый Ну Давайте На него Поглядим Алтарь Странствий У меня Прямо Слово Портал Простится Ну Вот Настаивают Они Что Именно Алтарь Так Отравленная Стрела У нас Нет Стрелков И звука Поэтому Даже Наверное Особенно Обникать Не стоит Да Просто Берем На Продажу Яблоко Действие Неизвестно И Пустой Ящик Что Мне Нравится Да Мне Нравится Что Ящики Не Подсвешиваются Когда Аль Ты Прожимаешь Но Мне Нравится Что Написано Ну Когда Тоже Осмотрел Да Что Путто Так Лопата Кстати О Лопате Вы Нашли Лопату Если Вам Встретится Подозрительная Куча Земли Попробуйте Ее Раскопать Что Вы Называете Подозрительной Кучей Земли Хотелось Бы Знать У Мне Здесь Каждая Куча Кажется Подозрительной Ракушек Мы Кстати Что Собираем Собираем А Сколько Он Может Нести У У Нас Мужки У Нашей И У Нее 110 Ага Видимо Это От Силы Да Зависит Сила 5 Сила 5 У Мужика Интеллекта Побольше У Барышни Ловкости Да Так Уж Распределила Игра Это Дело Взятки С Меня Гладкий Здесь Так Подозрительная Куча Земля Как Может Выглядеть Подозрительная Куча Земли И Как Вообще Копать Это Может Быть Есть Кнопка Чтобы Копать Ну Давайте Мы Сразу Посмотрим Так Игровое Меню Конец Хода Навыки Обитель Пока Не Очень Понятно Вообще О чем Это Про Что Это Или Или Пропустил Или Непонятно Ну Тоже Напишите Мне Пожалуйста Может Быть Как То Нужно Через Инвентарь Применить Копает Где Стоит Да Только Работа И все Зря Ну Ладно В общем Будем Стараться Подметить Какую Кучу Земли А нам Нужно Берег Тут Исследовать До конца Тут Уже Осталось Вроде Как Немного Пока Ничего Интересного Не Видим Ну Несколько Ящиков Мы Взяли Ракушки Нашли Так Ракушек Мы Собирали Вообще Нормальное Количество Опа Вы Видите То Что Вижу Я Ну Вот Наверняка Вин Так Как Что Услышь Плач Моллюска Кинь Меня В Воду Старчик Так И хочется Добавить А Нужно Именно Барышни Кил Которые Есть Умение Общаться С Живот Смотри Смотри Ко Мне Идет Путник Шагает По Песку На Котором Страдает Это Жалкая Раковина Кто Ты Сир Моллюск Зови Меня Ишмоллюск Я Цин Море Изгнанник Очутившийся На этих Жалких Берегах Я Обречен Жить Под Этим Сухим Небом А Не В Своей Стихии В Нежной Воде Странно Что Умеешь Разговаривать Конечно Я Умею Разговаривать Не Глупи Во Мне Же Больше Языка Чем Сердце На самом деле Это Мне Нужно Удивляться Ведь Я Еще Помню Дни Когда Твой Народ Качался На Ветвях И Вычесывал Паразитов Из Меха Своих Сородичей Может Занятно Во Мне Больше Языка Чем Сердце Похоже Ты Без Особой Любви Вспоминаешь Прошлое Для Тех Кто Живет Счастливо Время Добрая Хозяйка Щедро Тратящая Часы Но Если Ты Влачишь Жалкое Существование То Время Превращается В Сонную Гарпию Прям Не Моллюска А Поэт В Сонную Гарпию Время Превращается О Я Помню Старые Времена Ибо Я Лежу Здесь Еще С Древности Я Помню Время Когда Эти Руины Были Дворцами А Побелевшие На Солнце Скелеты Веселыми Детьми Все Это Я Видел Живой Одинокий Увы Ты Хочешь сказать Что На Тебе Лежит Проклятие Уверяю Тебя Моя Судьба Очень Жестокая Сколько Сопляков Прижимали Меня Своим Грязным Ушам Только Для Того Чтобы Заявить Я Слышу Океан Конечно Эти Идиоты Его Слышат Мы На Самом Корою Морской Пучины В Чьих Объятиях Я Так Мечтаю Оказаться Так Значит Ты Мечтаешь Очутиться И вернуться На Свой Коралловый Трон Закинь Меня В Океан Настолько Далеко Насколько Хватит Сил И Тогда Я Подарю Тебе Затонувшее Сокровище Мне Нужно Решить Что С тобой Делать Что Скажешь Добрый Рыцарь Вернешь Ли Ты Короля Жемчужим В Море А Я Подарю Тебе Давно Утерянное Сокровище Так Меня Знаете Что В этой Ситуации Несколько Ну Скажем Так Удивляет Вот Он Говорит Что Он Лежит Здесь Уже Очень Долгое Время И Века Практически Он Здесь Лежит Помнит Время Когда Предки Людей Были Обезьянами Вычесывали Паразитов И шерст Друг Друга В общем Жуть Какая А И за Это Время Многие Его Находили Но Никто Ни В море Его Понятно Что Видимо С Животными Здесь Не Каждый Первый Умеет Общаться В Ревелоне Да Это Все Таки Дар Талант Ну В общем Странно Что Он Здесь Продолжает Лежать Ну И Как Вот Такую Вот Штуковину Можно Куху Приложить Так Ну Ладно Что Нам Предлагают Сделать Доброта Не Требует Награды А С Другой С С Наш Дут Сокровище Давай Бросим Его В Море Король Жемчужин Говоришь Похожа Вещь Ценная Давай Продадим Его Местному Торговцу И тут В Антикваре Начинают Бороться Два Антиквара Первый Ну Такой Добрый Правильный А второй Вот Толчный С Глазами Налитыми Золотом Знаете Золотым Блеском Ну Естественно Давай В Море Доброта Не Требует Дед Мой Говорил Делай Добро Бросай Его В Воду Оно Не Пропадет Добром Тебе Вернется Точно Отправим Его Домой Освободитель Благодетель Покажи Мне Мощь Своего Броска В Сторон Море 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 Я снова Здесь Где каждая Волна Словно Поцелуй Русалки Сокровища Где мои Пусть Сокровища Глубины Моя Благодарность Станут Тебе Наградой Опа Так И Зашибить Можно Ничего себе Сундук Прилетел Прикиньте Да На нашу Барушню И пишут Вы дальше Проходите В одного Фух Слушайте Классно Пока Пока Мне Игра Очень Нравится Во первых Она Супер Красивая Вы посмотрите Море Я с ним Разговариваю Читаю Этот диалог Смотрю Эти волны Этот вот Блеск Солнца Переливы На воде Класс Просто Супер Так Давай Мы выберем Нашего Дядьку И заберем Деньги Понятное Дело И колечко Поцелуй Русалки Специальные Эффекты Плюс 11% Сопротивления В воде Плюс 9 Очков Здоровья Подарок Ишмашела Друзья мои Знаете Еще какой у меня Вопрос А вот В частности Вот мы Выполнили Квест Квест Стандартный Награда Здесь Стандартная Вот это Колечко Плюс Деньги Или Если Тут загрузиться И выполнить Заново Дадут Другой Ну Артефакт Не важно Там Предмет Плюс 9 Здоровья Ну Мы берем Естественно Давайте Ка Мы Посмотрим У кого Больше Жизней У Крома Или У Мэри Где Жизни Там 52 Здоровья 62 Здоровья О У нее Здоровья Больше Прикольно Ну Тогда Колечко Мужику Оденем И Что Мне Нравится Вот Смотрите У нее Появилось Здоровье Но Оно Не Полное То есть Кольцо Ему Здоровье Дало Но Его Нужно Заполнить Слушайте А я Не взял Чары Лечения Да Никому Там Я Видел Что у Следопытов У Стрелков Из лука Было Лечение Ну И Видимо В В Воде Которую Я Не Выучил Тоже Было Открыть Лечение Ну Ладно Играем Так Играем Так Смотрим Что С Этим Можно Будет Сделать Да Очень Классная Игра Очень Красивая Просто Потрясающая Ну Что Мы Отправляемся В Сторону Руин Откуда Был Похищен Камень Откуда Выбежали Некроманты Так Ну И Мне Очень Хотелось Найти Кучу Земли Подозрительно То есть Смотрите Просто О чем Я К чему Я повторяю Про нее Второй Раз Просто Если Нам Об этом Сказали Мы Отсюда Вышли Правильно То Вероятно Она Где-то Здесь Должна Быть Ну Что Это Не Просто Так Нам Рассказывают Мост Так Это Мы Уже Отклоняемся Куда-то Идем Дальше Видимо Нам Нужно Ну Можно Наверное Идти Сразу И дальше Не обязательно Нам Написали Что мы Можем Пройти Обучение Закончить Его Подземелье Но Мне Точно Не помешает Узнать Какие-то Механики Игровые Как Тут Что Работает Поэтому Так Куда Нам Нужно В этой Связи Вот Сюда Подойти И Встать Ровно Перед Кодом Подземелья Ну что ж Раш серии Выдерживает Где-то В районе Часа Ну чуть Больше Чуть Меньше Как будет Получаться Просто Если Будет Хорошее Место Поставить Логическую Точку Логическое Многоточие В нашем Повествовании То мы Это Сделаем Вот Сейчас Отличное Место Для этого Надеюсь Что Вы Как и я Получили Удовольствие От старта Нового Прохождения Честно Ну я Стараюсь Никими Ожиданиями Прямо От новых Игр Себя Заранее Не накачивать Чтобы Как-то Если Не очень Понравится То Чтобы У меня Было Нейтральное Отношение Но Пока Отдвините Original Sin Я в восторге Надеюсь Что дальше Эти эмоции Будут только Нарастать И ни в коем Случай Не ухудшаться Это был Антиквар Жду от вас Обратную связь Пишите Комментарии Советы Естественно Приветствуются Спойлеры Осуждаются Прошу без Спойлеров Обойтись Но Советы По игре По механикам По горячим Клавишам С удовольствием От вас Буду Получать Читать И эти навыки Брать На вооружение Огромное спасибо Спонсорам Канала За поддержку Всем удачи И до встречи Пока